Канал Таёжный Обитель приветствует вас! Сегодня у меня здесь кофе. По просьбе подписчиков я пью кофе. Говорят, вы всё время чай, но мы есть любители кофе, а вы с нами кофе не пьёте. Вот сегодня я с вами начинаю пить кофе. Ну, иногда буду пить кофе, я люблю тоже. Но мы пьём его только по утрам. Так, ещё хочу сказать, что на меня иногда обижаются, что я не отвечаю на комментарии. Я просто сейчас 320 видео, комментарии я некоторые вообще не вижу, и они мне не выдаются. Я не могу ответить. Когда натыкаюсь, и какой-то вопрос такой, на который я вижу, что надо ответить, я обязательно отвечаю. Поэтому прошу не обижаться и какую-то выдержку иметь. Если я наткнусь, я обязательно отвечу. Ну, сегодня тема такая щекотливая, тоже её подняли подписчики. Дядь Коля, у вас там тайга, там, может, лагеря или что было, и где-то у вас были случаи, там, беглые в тайге. Я вот вам расскажу свою историю об одних вот таких беглых. Я охотился по Мурмуге, и там метеостанция, там был знакомый один, работал. И вот осенью, когда я получал документы на охоту, собирался, собирались с братом на лодке заезжать, то охотовед, приёмщик нашего отделения Горнинского, говорит, «Коля там на Мурмуге, смотри, есть такая информация, два зэка пытались угнать самолёт». У одного статья до десяти лет, у другого до восьми. Они могут быть вот с этим твоим знакомым с метеостанцией. Вроде как они кучкуются вместе. Если что, там, аккуратно. Ну, я думаю, аккуратно, всё понятно. И вот мы до лодки заезжаем, а сверху мулем спускается лодка без мотора. И как раз этот знакомый с метеостанцией, я вспомнил этот разговор, и что с ним связаны эти два угонщика, которые пытались угнать Ан-2. Ну, и я ему, думаю, скажу, что милиция знает, и, может, я вспугну их, и они оттуда, от моего участка, как бы, отойдут. Где-то они там устроились. Ну, и я ему говорю, вот так и так, менты ищут вот этих. Ну, и всё, и мы с ним расстались. И я охочусь, они там где-то через хребет километров шесть, я там по своей территорию хожу, и вот в ноябре слышу вертолёт. Раз сел, где моя избушка, рядом с ними, которая вот шесть километров. Потом посидела, думаю, ко мне кто-то прилетел. Думаю, Михаил Михайлович может, может, говорит, нам знакомый. А у меня как раз там было мясо на лабазе. И потом слышу вертолёт, поднялся, и в ту сторону. А я как раз шёл в эту сторону, к избушке. А, нет, я с избушки вышел и услышал, когда назад побежал. И снова слышу вертолёт, от моей избушки поднялся, и через хребет туда, где их избушка. И слышу, как с автоматом, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Очередями кто-то с автомата стреляет. Я ничего не пойму, думаю, что такое, что там случилось. Потом вертолёт посидел там какое-то время, и слышу, поднялся и улетел. Я тут же сразу побежал в эту, думаю, пойду там узнаю. Наверное, там и этот мой знакомый. И я туда, к этим, я там не знал, да, я их и не видел, этих зэков, которые беглые. Я туда пришёл, избушка пустая, никого нет, тёплая. Кто-то здесь был, бачок такой фанерный, с жиром. Где-то там ещё один бачок, ящик, маленько вермишели. Жрать почти ничего нет. И всё. Я посмотрел, вертолёт улетел. А по следам смотрю, они рванули вверх по этой речке, по Алангро, там ещё у них избушка. И я за ними туда рванул, в эту избушку. И туда пришёл, их там нет. Они по кругу пошли. Я так за ними, головы совершенно нет, бегут. Потом смотрю, они целиком и в топку полезли. Я вернулся к себе в избушку, всё, проохотился. И к Новому году вышел в горный. И где-то не к Новому году, вот немного погодя, я вышел в горный. И там у Ахотоведа такой здоровый мужик, наверное, так лет 35-40, вот так вот, накачанный, сухой такой, спортивный, прям, у него мышцы, как у гимнаста такие, рельефные. Он как раз там ночевал, я ночевал у знакомых, а он там, и он умывался. И я подумал, здоровый мужик какой. И этот Ахотовед мне говорит, Коля, тебе надо ехать в Зею, в районный отдел милиции, тебя начальник милиции вызывает. Я говорю, что такое? Ну вот, он сказал, что ты спугнул вот этих, их предупредил. И я тут немного побыл, я говорю, я схожу тогда, к Новому году выйду и поеду. Я к Новому году вышел и поехал в отдел милиции, к начальнику захожу, там подполковник. Товарищ подполковник, по вашему приказанию, Охотник Абаримов прибыл. Ну ты даешь, мы этих беглых ищем, а ты их предупреждаешь. Разве так можно? Я говорю, я откуда знал, что они беглые? Я даже представления не имел. Начал выкручиваться. Он говорит, ну ладно, взяли их там на метеопосту на одну. И потом мне Ахотовед рассказывал, что вот этот здоровый мужик, он был прапорщик ФСБ. И он его называл Волкодав, специально обученный, чтобы вот таких брать. И он рассказывал, как они с ним, он этот ФСБшник, этого нашего Ахотоведа. У Ахотоведа был наган, он там, у него оружие, сейф, пушнина. И ему вот этот наган был такой, короче, рабочий, как бы, для охраны вот этого оружия. И вот с этим наганом. А этот ФСБшник, говорит, и вот им дали наводку, что они на метеопосту. И говорит, мы подошли, я сзади, ФСБшник зашел вперед. И говорит, я даже не понял, только смотрю, оба лежат на полу. Как он их, говорит, быстро так уложил, моментально, заскочил и моментально, они, говорит, оба лежат на полу. Надел им наручники, и потом, говорит, ружья, два ружья стоят. И в обоих ружьях заряжены пулями. Ну, вот, как сказал начальник, мы хотим их повязать, а ты их, в смысле, предупредил. Вот такой у меня был не очень приятный случай. Но там удачно все получилось. Поэтому, когда я приехал, начальник милиции на меня ошибкой не кричал. И ФСБшник тоже, ничего мне он не сказал. Для него, видать, это была его такая обычная работа. Вот такой случай был про ЖЭКов. Ну, на будущее я, конечно, подумал бы, предупреждать или нет. Еще начальник милиции говорит, а я говорю, а что вы там стреляли? Он говорит, да вы стреляли специально с автоматом, чтобы они к тебе не пошли. Это, говорит, отморозки. У них ни жратвы, ничего нет. Они бы пришли к тебе, у тебя лабаз там. Они не то, что весь твой лабаз бы съели, они бы и тебя съели. Так что, в следующий раз думай. Ну, я был молодой, горячий. Что-то меня это как бы и не проняло. Я думаю, они тоже люди. Меня, охотника, за что стрелять? Если им надо было продукты, я бы с ними просто поделился. Потому что в тайге хоть какой человек принято делиться продуктами. Ну, вот такая история. Что было, то было. Не обессудьте. Желаю вам всем добра. Удачи. Радости, здоровья, творчества. Обязательно. Обязательно, чтобы жизнь была интересной. И гармонии с самим собой, с окружающим миром. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова